Самое странное, что видео про Голлицер Парк, предыдущее, которое мы снимали 7 марта, набрало больше всего просмотров, хотя тема о Голлицер Парка там не раскрыта. Вот, кстати, замечательное кафе. Мы в него попадем чуточку позже, после того, как наш ребенок погуляет на детской площадке. Летом Голлицер Парк выглядит значительно веселее, чем это было весной, особенно такой холодной весной, как она бывает в Берлине. В прошлом видео мы не раскрыли, кто же, кто же продает непонятно что в Голлицер Парке. И сегодня мы это тоже не раскроем, потому что за те 10 минут, что мы находимся здесь, проехало уже 3 полицейские машины. Поэтому мы покажем такие замечательную парикмахерскую и кафе, где он хотел всю жизнь печь булочки и готовить кофе, а она хотела стричь людей. Сейчас мы покажем это ближе. Вот это замечательное место. Называется Барселос Салон Цукре. Сейчас они закрыты, но парикмахерская работает, а их товары можно купить в каком-то другом месте, о чем говорит объявление. Очень символично то, что на Голлицерстрассе, где мы опять находимся, вас никогда, никогда не бросят в трудные ситуации. Место вокруг Голлицер Парка, в принципе, неплохое. Он окружен ландверканалом. Вот там вот, за моей спиной, шлюзы, с которых он начинается от шпрей. Далее, в другую сторону он продолжается и поворачивает, огибая Голлицер Парк. Место очень красивое. Место очень красивое. Голлицер Парк расположен на территории бывшего Голлицер Банхофа. От самого вокзала ничего не осталось. Он был разрушен частично во время штурма Берлина. И потом его разобрали. А на месте его, собственно, и сделали Голлицер Парк. 14 гектаров. И здесь не только то, о чем вы думаете. Кстати, вот что выдает Google, когда ты пытаешься нагуглить Голлицер Парк. Голлицер Парк. Ну что ж, в парке есть озеро. Две полицейские машины для поддержания порядка. Маленькое озерцо. Вот замечательный истерический фонтан. Текущая вода вдоль дороги. А также целое футбольное поле. Кстати, интересный факт. Прочитал сегодня в газете. В прошлом году некто, кто отвечает за благоустройство парка, предложил выделить здесь пару мест для как раз именно тех людей, которые продают то, что не надо продавать. Таким образом, удастся, так сказать, обезопасить обычных жителей от тех жителей, которые пришли покупать то, что не следует покупать. Вот такая вот история. Не знаю, отметили ли, не отметили ли. Мы прошли некоторую часть парка. Не нашли отметок красным для метр, где должны стоять эти люди. Да, и, соответственно, это предложение, раскрыть красным цветом, вызвало шкал критики в Сенате, что, мол, таким образом вы поощряете незаконную деятельность, так как торговля, в принципе, запрещена. Атрисованные стены, в принципе, портят вид старинных домов, которые есть в этом районе. Но, не знаю, то ли их постоянно зарисовывают, то ли, в принципе, никто их не закрашивает. Там, где, в том районе, где мы жили раньше, я аккурат раз в неделю видел, допустим, это был хаусмайстер, который маленьким валиком аккуратненько красил стенку дома, который был в его ответственности. И это происходило аккурат каждую неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...